Всегда с вами Мировое утро. С подъемной силой слушайте и смотрите прямо сейчас. Мировое утро. Гость в тему. Можно ли оставлять горящую гирлянду на целый день? И как правильно запускать салюты? Они же фейерверки. Сейчас нам расскажут ребята из МЧС. У нас в гостях пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Ольга Александровна Мильченко. Здравствуйте, Ольга. И также старший инспектор Минского городского управления МЧС Александр Александрович Папко. Ребят, привет. Всем привет. Здравствуйте. Расскажите, вот два сразу важных вопроса. Вот гирлянда, сколько может гореть? Вот у нас в студии горит уже 4 часа. Нет, горит она круглосуточно. А, круглосуточно? Это только никому не говорит. Главное, чтобы она под присмотром горела у вас. Да, мы не уходим отсюда. Не уходите? Да, и третьи сутки уже, да. Ну, вообще, вы знаете, самая главная миссия, которая у нас сегодня здесь есть, это сделать вашу работу с 31 на 1 и ближайшие праздничные дни максимально нерабочей. Потому что чем меньше у вас работы, значит, тем меньше происшествий. А для того, чтобы меньше происшествий было... Нет, это тоже так работает, Антон Палыч. Люди должны быть информированы, да? Потому что к празднику мы в основном подходим как «Эй!» Ну вот мы точно так. Веселье, радость, праздник и забываем о каких-то простых вещах. Ольга, расскажите, вот какие базовые вещи, о которых мы забываем, но которые важны для того, чтобы безопасно проводить праздники? Ну, в первую очередь, иметь голову на плечах и думать о последствиях, которые могут быть при любых действиях. То есть, прежде чем сделать, нужно подумать. Мне это мама с 9 класса говорит. Вот. А толку? И главная проблема, что очень часто люди, к сожалению, не думают, прежде чем делают. И вот пока вот этот вот мантра, которую с самого детства родители втирают детям в головы, вот пока ее не запомнят и пока ее в воссознанном уже возрасте не начнут использовать, к сожалению, могут быть всякие нештабные ситуации. Но это общая фраза, давайте вот конкретику. Конкретику. С чем часто сталкиваемся? С чем часто сталкиваемся? С неправильным использованием пиротехии. С составлением электроприборов без присмотра. С, ну скажем, интересным поведением в Новый год, которое... Интересное поведение, как вы его назвали? Какие интересные люди собираются под магазином? Которое провоцирует травмы и различные происшествия. Поэтому, ну вот, скажем, бытовой травматизм, происшествие с пиротехникой, оставленное без присмотра электроприборы, пожалуй, это основное, что вот может быть. Смотри, как я сейчас шампанским открою, глазом шампанским. Да, все, ерунда, смотри, как я могу. И вот здесь интересный. Смотри, ну давайте про пиротехнику. Салюты все запускают. Вообще это разрешенная история? Конечно. Можно взять коробку. Как правильно это сделать? Так, чтобы вот никаких вообще вариантов того, что исход может быть какой-то плачевный не было. Это очень просто. Могут делать только взрослые, только в трезвом состоянии, в безветренную погоду, в нелюдном месте. То есть, никогда. Скажем, не в тех условиях, в которых всегда хотят это делать. В квартире, да. Да. Ай, дай-ка засыпаю, да? Есть и такие люди. А время есть, вот, например, до 12? Ну, логично, до 11. До 11, да. До 11 сегодня и до 11 завтра, сутки. Нет, ограничений по времени нету. Понятно, что в новогоднюю ночь можно запускать. Ой, это важно. Во сколько хочешь. Но при всем при этом, еще один важный момент. Как правильно запустить пиротехнику? Да прочитать инструкцию и сделать все по ней. Все очень просто. Вот ничего придумывать не надо. Началось. Я сейчас слышу, что... Началось. Начал вспоминать, сколько раз я запускал фейерверки, и сейчас понял, а где вообще там инструкция? А потом, знаешь, уже когда пуляется, ты такой подползаешь оттуда. А что-то надо было так. Надо было отойти. Что-то не сработало, надо прочитать как правильно, да? Александр, давайте вас тоже подключать к нашему разговору. Может быть, у вас какой-то теперь есть мужской взгляд, да? Мужской взгляд, я пришел, как Дед Мороз, с подарками к вам. А, все, история интересная становится. Поэтому у нас такой вот предновогодний выпуск. Я вот взял бороду с собой, чтобы прям... Первое, что хотелось бы подарить, это очень важная такая вещь в заводской упаковке. Я знаю, пожарный извещатель. Пожарный извещатель, да. Ух ты. У кого есть дома? У кого он есть? Нет, у меня, кстати, у меня есть. У меня есть. Я не знаю, откуда в углу висит что-то. Не рабочий, без батарейки. Там еще и батарейка должна быть. Понятия не имею. Вот висит... Огонек моргает. Я купил квартиру, он уже был. А, уже был. Так, хорошо. У вас есть? Есть дома? Да? Есть? Ну нет, ну вы и там в глаза. Нету, все. Этот извещатель вам. Спасибо. Спасибо большое. С Новым годом. Я просто жду, что там что-то интереснее еще пойдет. Кстати, да. Ты сразу на извещатель повелся. Да, кстати, извещатель в этом году спас 108 жизней у нас в республике, так что... Я не знаю, мы можем поаплодировать извещателю? Извещателю, но можем. Сослужит он. Давайте поаплодируем извещателю, потому что действительно это важная штука. Раз уж у нас перформанс здесь, то почему бы и не поплотить. Это вам. А че мне брелок? Это не брелок. Это очень хорошая вещь. Мне кажется, вам она очень много пригодится в новогоднем области. А почему меня выбрали? Потому что я зажигалочка, а ты... Ну, в общем, ладно. Так, нет, хорошая вещь. Спасибо огромное. Так, и вам также тоже подарок. Такой вот, смотрите, такой термос. А ей, что я рвожу? А мне брелок? Потому что я люблю в новогоднюю ночь пройтись к елочке. Надо же согреться. Да, согреться. Если вдруг заходите на рыбалку сходить зимнюю, так же очень даже актуально. Ну, только не когда тонкий лед. Да, кстати, это точно. Спасибо большое. Спасибо. Так, хорошо, но теперь надо как-то, наверное... Закругляться, судя по всему, в последний раз у нас в гостях были. Нет, ну, надо, наверное, пояснить, да, смысл этих подарков. Открывашка, это же открывашка, правильно? Это символизирует что? Ну, то, что в новогоднюю ночь, конечно же, все будут употреблять где-то. Главное, чтобы не перебрать, быть всегда бдительными. Ну, и не курить в постели. Так же делаем акцент на этом. Как-то открывашка тоже с этим связана. Тоже, да, потому что логотип МЧС, ну, как связано. Просто будете открывать и смотреть, да, 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 вот именно. А говори, говори. Что-то было там такое, да? Надо инфекции почитать. Да, я понял, все, есть уже. Поджигай и убегай, как обычно. А термос, это вот то, что касается зимней рыбалки. Термос, да, ну, это не то, что зимняя рыбалка, это, в общем, все зимние опасности. Это обморожение, сосульки, эти все травмы. Так что напоминаем вам также о зимних опасностях. Ну, всем вам, конечно, ну, просто в лице вот это вот подарок. В Екатерины, да. Да, оно и просится, когда травмы говоришь, об опасности. Автоматически, да. Это просто опасно. Автоматически. Ну, знаете, да, вопросов-то много, касающихся безопасности. Потому что я вот, например, с ужасом, если уже зацепили тему рыбалки зимней, я с ужасом смотрю просто на этих людей, которые буквально вот несколько дней у нас была плюсовая температура. Лед везде практически сошел. И вдруг вчера минус три, и я смотрю на водохранилище под окнами, у меня уже палаточка одна, вторая, третья, люди начали выходить. Ну, это хобби, надо уважать хобби каждого человека, конечно. Ну, надо соблюдать какие-то определенные, наверное, правила безопасности. Тот же лед. От вас слово, наверное, звучит как... А вы молодцы, подловили, хорошо. Напоминаю, минимальная толщина льда это 7 сантиметров, чтобы узнать эту толщину. Ну, вот, допустим, у нас в Минске это просто узнать, это можно обратиться к спасателям Асфот. Есть спасательные станции, они каждое утро измеряют лед, и можно к ним обратиться, спросить, как по случаю. Мониторят ситуацию. Конечно, мониторят. Ну, и визуальный осмотр льда, конечно, тоже обязательно. Если там есть какие-то промоины, ясно, что выходить небезопасно. Если, как вы говорите, плюсовая температура, ну, куда же, да? Если только лед окреп, тогда, пожалуйста, выходите. Ничего против рыбалки это не имеем, но нужно, как бы, иметь здравый смысл, да, и знать меру. И вот правила, я думаю, знают это каждый. Все можно, если осторожно, в общем, если так резюмировать вот эту вот мысль. Получается так. Ну, у нас в гостях сегодня очень классные собеседники из МЧС. Ольга Александровна Мельченко, пресс-секретарь МЧС и инспектор Минского городского управления МЧС Папко Александр Александрович. Через несколько минут вернемся и продолжим рассказывать вам, что можно, а чего не стоит делать в новогодние праздники. Быстро, друзья, напомню, что у нас невероятные люди. В студии это пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Мельченко и старший инспектор Минского городского управления МЧС Александр Папко. Ребят, смотрите, мы говорим о праздниках и о том, как их безопасно и нетравматично провести. Мы поговорили уже про петарды, более или менее разобрались с гирляндами, но я знаю, иногда вам приходится сталкиваться с такими вот неочевидными, но бытовыми какими-то травмами, которые получают люди по незнанию. Давайте тоже как-то предупрежден вооружен, озвучим эти вещи, чтобы все было хорошо у многих в дальнейшем. Наверное, первое, что можно было бы отметить во всех этих вопросах зимой, это, пожалуй, гололед, гололедица, да, когда люди выбирают неправильную обувь или ходят, скажем, по неправильным местам, как бы сейчас ни звучало. Нужно действительно обращать внимание на то, как вы одеваетесь, где вы идете, чтобы ни в коем случае вам на голову ничего не прилетело, когда тает лед, да, чтобы никакие не сосульки, никакие травмы вы не получали. Поэтому обращаем внимание на высокие здания, которые могут нести за собой опасности, но лучше как бы обходить их, не подходить ближе к самому зданию, лучше идти ближе к проезжей части. Но опять-таки обувь должна быть на хорошем протекторе, на хорошей основе, без каблуков желательно, потому что девушки, которые любят ходить зимой на шпильках, особенно в гололед, вообще отчаянные люди, как бы это ни звучало. Поэтому тут надо и важно обращать внимание. Очень много медики сообщают о травмах людей непосредственно вот в переход погоды с минуса в плюс, потом наоборот. Поэтому здесь очень важно, конечно, обращать на это внимание. Аккуратный стиль увождения, потому что все-таки нередко в такой период происходит большое количество аварий. У нас сразу видим, что у нас большое количество пробок, что у нас сразу 9 баллов, 8 баллов, несмотря на то, что это могут быть понедельник. Поэтому обращаем на это внимание. Просто предусмотрите то, чтобы у вас был запас времени, предусмотрите, что вы будете ехать медленнее, но и одевайтесь все-таки по погоде. Шапку берем. Берем. Все. И варежки. Мягче будет падать, как минимум. Все берем, да. Ну, есть еще вопрос, связанный с установкой ели, хвою. Куда можно в квартире поставить или в жилище таким образом, чтобы это было безопасно? Потому что знаем, что есть нюансы в этом деле. Ну, нюансы есть. Это, конечно, какие-то нагревательные приборы, потому что зима, люди пользуются и какими-то, может быть, отопителями, батареев. Я слышал про таких людей. Следите за открытым огнем, потому что, ну, есть романтики, которые любят свечи вокруг елочки там где-то. И на елочке в том числе. Ну, на елочке, не знаю, я уже не встречал, конечно, такие моменты, но тем не менее, да, тем не менее. Безусловно, гирлянду на ночь на елке также не стоит оставлять. Да и вообще, в принципе, какой-то электроприбор дома не стоит оставлять без присмотра. Ну, максимум холодильник хорошо. А были случаи, вот когда, кстати, проблемы с гирляндами непосредственно? Гирлянды, да. В вашей практике. Гирлянды регулярно плавятся, регулярно горят, так что... Ну, то есть это не такой, не в воздух предупреждение, да? Конечно, конечно. То есть и это не зависит... И хотя вроде как за последние годы у нас поспокойнее, при всем при этом, ну, вот надо быть бдительными, потому что как только чуть ослабишь хватку, сразу начинаются проблемы. Тут, да, любой электроприбор, Александр правильно сказал, гирлянды особенно сейчас, потому что на них нагрузка идет, потому что как бы, ну, елка горящая, да, такая, собственно, не просто потому, что на ней гирлянды, а потому что в целом она загореться может. Уходите из дома, а все выключили. Мне почему-то просто всегда казалось, что эти диодики, ну, настолько безвредные. Ну, сколько там его, да, там, напряжение маленькое. Ну, раз есть опасность, исправлюсь. И причем это не зависит от того, хвойное дерево или это искусственная ель, без разницы. Вообще не принципиально, и то, и то горит. В любом случае, ну да, договорились. Да, давайте поговорим про животных, потому что я знаю, что домашние питомцы и праздники, это тоже такой момент опасности, да, те же самые петарды, например, вот как себя вести. Как твой хомячок переживает-то? Мой хомячок? Новогодние ночи. Уже третий. Есть несколько моментов, которые по животным хотелось бы, например, отметить. Во-первых, котики очень любят елочки, поэтому постарайтесь найти такое место у себя в доме, чтобы ваши коты и ваши собаки не подходили к этому месту. Видела, кстати, в интернете прикольный лайфхак. Устанавливают прозрачный экран. Да, да, я тоже видела. Типа антивандальная елка. Ну или на потолок, в крайний случай. Ну, как бы уже на потолок, да. Или огурцами обложить большими. Или отливашками, да, ну тут как бы по-разному может быть. Фантазия у каждого. У кого что. Вот, поэтому обращайте внимание на эти моменты, потому что если опрокинет елку, могут а, травмироваться детки, которые находятся рядом, б, собственно, коты, все это может вообще полететь. Так себе вообще приключение. Хлоя в салате никому тоже не нужна. Хлоя в салате тоже никому не нужна. Хотя, может быть, есть гурманы. Ну, возможно, возможно. Ну, а что касается петард и вот, например, вообще пиротехники, да, действительно есть проблема, когда животные начинают паниковать. Мы вообще рекомендуем держать их либо на руках, либо при себе на поводке в случае, если вы на улице запускаете пиротехнику. И также на безопасном расстоянии, как и все, кто находится, собственно, как зритель на площадке, которые будут показывать вот это вот огненное шоу. Поэтому вот тут очень важно. Даже если у вас собака обучена, знает все команды, куда что, как двигаться, лучше все-таки перестраховаться и держать рядышком ее. Я просто вот обратил внимание, каждый год я наблюдаю за этим, что количество объявлений, там пропала собачка, там еще после Нового года увеличивается в разы. Подъезды всегда заклеены, вот после Нового года такая тенденция. То есть любая собака, у нее может что-то сработать, и она просто убегает. Поэтому главный вопрос, конечно, они в стрессовой ситуации находятся, мы сами в стрессовой ситуации тоже по-разному себя ведем. А что говорить про животных, тем более, что мы их не понимаем. 100 рублей отдали, а всего бык два раза. Помни, как ты с того корпоратива убежал. Или вообще не запустилась, если купила из-под полы, да. Поэтому нужно покупать в специализированных магазинах. Вот, и, короче, с животными все понятно. Нужно подумать о себе, о братьях наших меньших, пристегнуть их на поводочек или взять на ручки, чтобы он поспокойнее был, да. То же самое про деток. Все как бы очень логично, очень просто. Ну, вот примерно так. У нас в гостях сегодня были пресс-секретарь МЧС Ольга Мельченко и старший инспектор Александр Попко. Большое спасибо. Будем держать руку на пульсе.